Где вы учились, чем вы занимаетесь сейчас, где вы работаете, почему вообще вы нам рассказываете о нейтрине, то есть вы занимаетесь ли этим вопросом по работе, или это ваше хобби, его факультативное? Хобби это сложно, оно потребует слишком много времени, чтобы заниматься этим качеством хобби. Но популярные лекции читают не все, я так понимаю, вопрос. Ну вообще на самом деле тут опять же проблема недопонимания, то есть много людей, которые хотят читать, и много людей, которые хотят слушать, но очень мало людей, которые готовы встретить вот этих двоих, поэтому когда приглашают, мы читаем с удовольствием. К научно-популярному надо меньше готовиться, потому что никто не может проверить, что ты набрал, кто-то на втором знаке. А видеозапись? Видеозапись, пожалуйста, но это никого не волнует. Наоборот, дилетантам некоторые вопросы труднее объяснить, чем профессионалам. Это зависит от дилетанта и от профессионала. Значит, если вопросы, какие-то вопросы, да, какие-то вопросы не удастся объяснить, да, но, значит, эти вопросы надо оставлять просто без объяснения, потому что слишком много времени займёт. Опять, опять, есть компетентный дилетант, да есть, нет. Компетентный дилетант, если ему сказать, где это можно почитать, он пойдёт почитает. некомпетентный дилетант будет бегать с постов, спрашивать объясни, объясни, объясни. Последний случай не очень хорошо, особенно когда у дилетанта есть свое мнение, которое не совпадает с мнением партии. Тоже бывает. Почему вообще вы занялись этим вопросом? Почему именно нейтрины? В тот момент подвернулась интересная работа именно по нейтрины тематике. Вообще, конечно же, в фундаментальной науке и физике частиц полно других интересных вопросов. Вот сейчас мы, например, немножко меняем направление. Нейтриным в нашей стране слишком дорого заниматься, в том смысле, что денег на это нет. Более методическими исследованиями. Но все равно, пространство огромное. То есть люди занимаются на ускорительные эксперименты, открывают новые тяжелые частицы. Тоже ищут кварблеонный пласт. Очень в последнее время расцвела всякая астрофизика. В общем, не космология, а именно астрофизика. Ну, а ты говоришь, что новосибирский коллайдер тоже был построен еще до... Ну, электронный он есть, конечно. Да, до перестройки, а потом вроде бы как-нибудь забыли о нем. Ну или нет, новосибирский есть, он никуда не девается. Он работает, получает результаты. Другое дело, что по сравнению с, опять же, зарубежными экспериментами, он довольно хилый. То есть все масштабируется в ускорительной физике. У кого мощнее ускоритель, того интереснее результат. У нас ускорители — это наследство советского времени, и чтобы построить новый, у нас столько денег нет. То есть как бы он уже все-таки устарел, да? Ну, не то чтобы устарел. Но, опять, у любой техники возьмите, что миксер, что ускоритель, у нее есть срок жизни. То есть через какое-то время или новые функции возникают у новых моделей, или у старых провода отваливаются. На самом деле происходит примерно одновременно обычно. Та же ситуация с ускорителями. Кроме того, опять, все установки строятся с расчетом на какой-то физический результат. Если вы этот результат получили или не смогли получить, вы можете что-то пытаться вытянуть, но если что-то надо строить, то есть эксперимент наш находится в Троицке, а в том и на физтехе тоже. То есть на физтехе я преподаю, и сейчас у нас тоже научная работа на физтехе. И все это связано с нейтрином? Нет, не обязательно. То есть фронт работы довольно широкий. Сейчас, то есть вот конкретно Троицкий эксперимент это Троицкий эксперимент, а так вообще от изучения молний до разработки медицинской техники сейчас. А в Троицке все-таки нейтрином? Ну конкретно вот тот эксперимент, который у меня является основным местом работы, да. Это такой уникальный эксперимент, это маленький эксперимент, в котором можно что-то узнать про нейтрин. Обычный эксперимент, в котором можно узнать что-то про нейтрин, они огромные, но я расскажу все. Вот мы сейчас на установку очень хотим Мефистов. Нам нужны люди именно на инженерные задачи, а физические слишком умные. Нет, реально, в Мефи больше инженерные уклоны, нужны именно такие люди. А что конкретно вы хотите им поручить, инженерные задачи какого плана? Например, нужны специалисты по криогенной технике. Знаете, вот холодильник как работает, знаете, он дает температуру, не знаю, минус 5 градусов. А гелевый рефрижератор дает температуру минус 270 градусов. Вот он гораздо сложнее, с ним надо уметь работать. Чуть-чуть пытается сломаться или выдать какой-нибудь замечательный финт. Какой-то азарт. Или тоже вот сидите, смотрите курьеры и грустите. Иногда сидим и грустим, когда ничего не работает. Когда оно вдруг заработает, это очень интересно. Опять, это зависит от банка, конечно. Ну вот, например, у нас вот студентка, она тоже с нами немножко поработала, ей стало грустно, скучно. Она сказала, нет, пойду я к нефтяникам, у них деньги есть и задачи какие-то близкие жизни. Вы тут какие-то фантомы ловите? Да. Да. Пойду я к ним. Сидела у них полгода, пришла к нам и говорит, нет, не могу, что-то у меня какая-то тоска смертная. Давайте обратно к вам. Проба жизни, да. Она говорит, невозможно сидеть с кутирой заниматься. А было у вас ощущение, что вот в поиск нейтрином это какая-то попытка, ну что ли самоутверждение именно в том смысле, что выбрана такая частица, которая сложнее всего пойти? Все простое уже сделано, да? То есть, значит, оставить сложную задачу. Сложность не в этом, так будет в другом. Если, например, там задача в поисках ворвленной плазмы, проблема не в том, чтобы поймать там частицы. Вы их наоборот ловите в количестве нескольких сотен тысяч. Теперь пойдите, разберитесь, что у вас там случилось. Задача тоже непростая. Представьте себе, что у вас, не знаю, банка с компотом. Вы ее шмякнули об стену и вам, значит, надо собрать все-все-все шметочки по всей кухне полностью. И восстановить полностью, как бы, как выглядела банка исхода. Тоже задача непростая, да? В том, что часть ошметков съел кот. Ну, это, как бы, такая достаточно хорошая аналогия с тем, что люди делают на ускорительном. Так что... А задаетесь вы вопросом, например, о делимости последующей? Или она для вас до сих пор элементарной частицы? Ну, в смысле элементарности это, на самом деле, вопросом могут заниматься философы. Ну, теоретики. Нет. С точки зрения квантовой механики вопрос, на самом деле, смысла особенного не имеет. Делимость или не делимость... То есть этот вопрос не ставится? Нет, он не интересен. Просто в формализме квантовой механики он смысла не имеет. Потому что любая... Нельзя сказать, что нейтрон состоит из протона и электрона. Нейтрон при распаде образует протон, электрон и так далее. Вы с тем же успехом можете добавить протону дополнительную энергию, он распасться на нейтронное что-либо другое. Сам по себе не распасться, но если его путь хорошо распасться, распадется. Так что сложно сказать, кто из чего состоит. Это уже утратило смысл. У нас нет сомнений, что математика, физика, химия, биология – это наука. Я со всеми спорю, например, психология – это наука или нет? Очень зависит от того, что вы рассматриваете. Просто вопрос не по физике, это вопрос по философии. Но если вы возьмете философию, там, значит, это было еще в начале, по-моему, 20 века, принцип фальсификации и все такое. То есть вопрос исследовался, что изучается научными методами, что не изучается. Ну, в принципе, все выводы, которые тогда годились, они годятся и сейчас. То есть не наука. Почему? Высказывание является научным, если его можно опровергнуть. Совершенно верно. В психологии вы можете набрать экспериментальные данные и опровергнуть то или иное утверждение. Опять, это если психология научная. Нельзя одинаковых людей набрать. В среднем можно. Нельзя одинаковые атомы. Вы никогда не найдете два атома с точно равной скоростью. Поэтому все ваши модели будут неправильны, если вы предположили эту скорость. Но в среднем... Ну, это не наука психология. Ну, это кажется. Научные методы. Есть не научные методы. Вы можете одну и ту же вещь изучать научными методами или не научными методами. Ну, астрология однозначно. Не знаю. Вы можете астрологию изучать научными методами. Тут недавно буквально была лекция, как у Олега Фея, по-моему, в физтехчиталке, где он приводил научный факт. Он, правда, опровергал вообще эту самую астрологию. Но, тем не менее, с некоторыми научными выпадками. Пожалуйста. Вы изучили вопрос, доказали, что эффекта нет. Отлично. Угу. В каждой статье психологической. Все притянуто за... Это не означает, что там нельзя это сделать. Но они не делают этого. Кто-то делает. Может, их наука. Наверное, надо. Потому что предмет не изученный, означает его отсутствие. Ну, это просто не естественный научный предмет. В начале 20-го века физики этот самый... Когда ты кибернетику считался уже на уровне. Нет, ну, кибернетику, ладно. Как же его... Кто-то из них активно занимался. В 20-го века, когда была, как бы, вот, построена модель квантовой механики, многие физики, как говорили, именно Ньютона, сказали, все, мы построили модель мира, мы построили, там, атома, электрона, чего угодно. Теперь мы можем с помощью этого объяснить все. Мы можем объяснить биологию. Мы можем объяснить психологию, в конце концов. Мы же знаем, из чего все это состоит. Значит, мы можем на основе маленьких кирпичиков построить огромную теорию всего. Ну, значит, у них достаточно быстро случился глобальный облом, потому что они могут построить, но оказалось, что они 2 кирпича построят, 3 кирпича построят, а на 5 кирпичах уже у них конструкция начинается настолько сложная, что они ее не могут посчитать, решить. То есть они могут, грубо говоря, написать закономерности, но они не могут эти закономерности применить, потому что у них нет такого супермозга, который мог бы эти уравнения решить. Поэтому, а с другой стороны, скажем, как они статистические методы, отлично эти вопросы решают, хотя они не знают, как там внутри все устроено. Так что вопрос не в доказанности, а в том, насколько вы получаете результат. То в этом смысле, конечно, люди, которые занимаются психологией и многими другими, в том числе и астрологией, они тоже весьма продуктивны, деньги-то не получают.